Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Руководитель отдела по рассмотрению дела регистрации Государственной инспекции данных Лаурис Лына Бергс у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Я сразу предупредим, что задавать вопросы мы будем на русском, но господин Лына Бергс будет отвечать на латышском языке. Напомню, что Государственная инспекция данных находится под ведением Министерства юстиции, которое просит общаться в публичном пространстве на латышском языке, на государственном языке. Поэтому в таком формате сегодняшнее наше интервью будет. Поэтому будем переводить параллельно и сразу напомним телефоны прямого эфира. Это 67212-93-9, 67213-93-9. Вы можете отправлять свое смс-сообщение на номер ватсапа, 230-6191. Ну и, может быть, вот сразу первые вопросы, вообще зачем нужно защищать личные данные, если человек не нарушает закон, чего ему боятся? То есть, ну, как бы вся его жизнь, да, вот она на ладони. Ну, как мы можем сделать это? Поздравляю вас! Tas nozīmē, ka katra cilvēka rīcībā ir tāda skaitļošanas jauda, par kādu vēl nesenā pagātnē varēja tikai sapņot gan iestādes, gan uzņēmēji. Ja mēs šo izmantojam pamatā izklaidē, nu kā parastais ikdienas lietotājs, tad uzņēmēji ir atraduši veidus, kā gūt no šādas apstrādes maksimāli iespējami pēļņu. Un šeit uzreiznāk prātā lielie tehnoloģiju giganti, Facebooks, Googles, kas katru mūsu izvēli pieņem to lēmumu internetā, spēja analizēt un paredzēt mūsu rīcību labāk par mūsu ģimenes locekļiem, kā liecina pēdījumi. Lai saglabātu kaut kādu izvēles brīvību, neatkarību savu lēmumu pieņemšanā, mums ir jāspēja aizsargāt savi dati vai vismaz atpazīt, kurā brīdī mūsu izvēli ietekmē. Kārtā kā ūkodis, 1995 pas varēks, kā kādou esaldavis zāconejā, pēcadās pākāmīmās, hien mūsu izvēles, mūsu izvēles amēs, kādou ir jāspējāmā pārlēpē twēl tiemēmēs, kādou pālēmēs jāpējās jāpēlēmēs uzvēlēmājā, Сейчас у каждого человека есть мобильный телефон, смартфон так называемый, и если люди в большинстве своем используют для развлечений, то, например, предприниматели, гиганты, такие как Google, Facebook и прочие, они научились использовать их для того, чтобы получить какие-то данные, для того, чтобы узнать больше о человеке, иногда больше, чем члены семьи знают, тот же Facebook или Google о человеке. И может там что-то предлагать и так далее, и так далее. Поэтому существует защита базы данных для того, чтобы человек хотя бы знал, в какой момент его данные используют для того, чтобы что-то ему предложить или как-то создать его картину мира. Насколько Facebook и Google имеют право продавать данные о нас третьим лицам, и вот насколько это является законным? Принципом, виспареjā дата ассадзийбас регули, ну, как носака дата ассадзийбас, шоути виспаре, я иетверу коммерческому сектору, и виспареjā спиевмийбас сектору. Принципи. 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 ликумус, который был создавал непрекшной крон truck физика персону дата ассарядзии ликума. Дата ассардзии ликума, здесь и батьссарядзии ликумус, криминалу procesу несколь yoga, как каут, 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 а сапмэром, как таза, а с носаукума. Шистот organizations раздавали с нашими наше салмигу, поэтому это суперфекти, что это точно неизвестно, ведь я ушел изгла. В общем, да, это регулиевропейская, но в Латвии два пункта отличается, что это за Защита, не защита, а в момент... Извиняюсь, может, скажем мне два пункта, но в Латвии есть два закона, которые тоже относятся к защите личных данных. Ну да, в дополнение как бы регулы. В регулы там несколько норм, которые оставили для национального выбора. И национальный наш закон как бы объясняет регулу. Хорошо, а по поводу... Я один просто добавлю, что во время криминального процесса, а второй как бы общий. И насколько выросло вообще понимание защиты прав данных в Латвии, насколько люди в курсе вот этих изменений и... То есть, я знаю, что, например, когда мы открываем страницу, как вы не спрашиваете, вот эти СИК даты... Да, вот господин Ленберг сказал, что это хороший, можно сказать, пиар для этой регули, потому что с января 2018 года практически все про нее слышали, это европейский, евробарометр тоже показывает, что большинство знает об этом, и что в Латвии лучше ситуация, чем в общем Европе. Да, 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 да. Датавалстсинспекция Третья измахтет вайрак, как сои Сутиру Сутиру рисунки Если не понравится Каиминс, то Варим меемович не понравится Паме, как он оправдан Ваши сутки Да, да Наши сутки Ваши меемович не понравится Устарие Ваши спорные эффект, люди знают, где они могут защитить свои права, но иногда вот этот вопрос, он не совсем относится к инспекции, инспекция становится таким вот между, например, двумя физическими лицами, таким, ну, как инструментом, да, то есть вот если мне там сосед не нравится, то я могу там подумать, как же он там мои данные как-то не так использует и обратиться в госинспекцию по защите данных, хотя в этой ситуации может быть изначально там в суде надо как-то разобраться. Скажите, вот есть же, наверное, противоречие в том, что люди не хотят раскрывать о себе данные, но в то же время очень интересуются данными о других. Вот это все хотят знать, вот сколько получает там, ну, не знаю, государственное лицо, даже сосед, но в то же время вот стараются скрыть. Вот как объяснить, как у регулировать эту противоречие? Где эти границы? Та не надо. Та-то, это, смотри, чем-то, ваше Это неизвестная конечная система, которая говорит о том, что она очень живет и неизвестна, потому что это неизвестная компания, которая имеет неизвестный кардинок. будет катерам от себя. И поэтому будет катерам отшириваться локум, куда он отрадится, что он хочет знать по другим, и он не използает по себе. И поэтому он у каждого человека не будет успешно. Нет, не правило для всех. Я думаю, что это большинство взаимодействия между твоим удобством и тем, как надо было быть для того, чтобы все было зашищено. Например, гость привел пример с паролем, который по-хорошему надо менять раз в три месяца. И хорошо бы, чтобы на всех, везде, где нужен пароль, он был разный. А мы знаем, что часто, чтобы не забыть, у нас один пароль на все. Но мы этим жертвуем, грешим, можно так сказать, потому что нам это не очень удобно. Поэтому у каждого свое это поле удобства, оно разное, можно так сказать. Вот продолжая мой вопрос. С одной стороны, понятно, что люди хотят знать о других, но не хотят раскрывать о себе. Но он перерастает в конфликт, казалось бы, двух законов. Закон о защите персональных данных и свободе распространения информации. То, что, наверное, очень волнует журналистов, конечно, как эти законы, эти понятия конфликты, может быть, друг с другом? Да, шеат, протом, есть конфликты, и балансы бут отродом. Закон о том, что журналисты журналисты грибуют намеринать, что нормативные акты, кое-каку, кое-каку, физическую персону дата апстрадаса ликума. Отечества у журналистов, петникам, их нотеекти изъемуми. У них, гаунаистость, отбилзстит принципием. У них паре ликума, норма, нюансы, яеверо, не бут. У них, они, 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 что-то информирование频 support, то сарксуņа лома. Бедриско, савкак, пар, те,ксим, pieклювы, связибам, информатичей, мums, информатича атлетбе еклитбе, вот, что-то, как, это значит, на самом деле, это не на самом деле, это не нормально, а так, что-то, что-то, и я память то, как шага информация и не пьячащая. Есть вот эти исключения для журналистов и исследователей, то есть общие правила, журналисты и исследователи должны общим принципом следовать, но есть исключения для того, чтобы они могли эту роль защитников общества исполнять. И есть еще закон об открытии информации, согласно которому информация может быть не закрыта, но надо объяснить, почему она доказать, что она действительно нужна. И вот в связи с этим вопрос, например, по поводу, мы знаем, что достаточно часто бывают например, съемки специальных служб полиции, когда снимают ситуацию, но, например, на заднем фоне попадает кто-то, кто может быть не хочет, чтобы он попал при этом. И, например, мы в СМИ публикуем какое-то видео оперативного задержания, при этом вокруг тоже там существуют люди, которые как-то попадают в кадр. В истоке, когда вы думаете, что это когда-то, когда шанс видео воноок пресе, или когда татс видео виспаж теки фильмов? Нет, когда именно в пресу попадает. Например, программа Декпункта. Достатки нечестны, но нечестны такие ролики, которые, не знаю, пьяная няня с ребенком, при этом в парке там гуляют другие дети. — Виенс на шем те принципи, ко я задумаю, что информация, как информация, которая, 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 неизбежит в курсе. И так, как мы решили, не пьящи, не пьящи, не пьящи. когда вы не гриб порадитесь по рейдам. — То есть, возможно, в этой ситуации надо смотреть, насколько это важно для общества. Если это конфликт, то показывает конфликт, а не всю окружающую ситуацию. Можно такое слово «заблюрить», можно такой жаргон профессиональный, то есть закрыть, размыть лица или получить согласие людей. Иногда люди сами, в общем-то, не против того, чтобы попасть в кадр в том числе. — Да, в Китае сейчас проводятся эксперименты с видеонаблюдением по постоянным круглосуточным в крупных городах, причем с опознаванием лиц. И вот эта информация, опять-таки, насколько такой опыт позитивно или негативно рассматривается, скажем, вообще в Евросоюзе, насколько возможно, что он будет применяться в Европе, потому что, понятно, что, с одной стороны, так можно легко находить преступников, предотвращаться преступления, но, с другой стороны, люди очень боятся, что их перемещения станут как достоянием общественности. — Ну, шеи пащайка не, я вам полнвароц, это, конечно, в том числе, в том числе, в том числе, Педагограмм, вадлайн-маграмм, отец бауза видео новаярошану, видео новаярошану, апвеношану биометрискому, это сейс позиима, отпазащенному программам, ввертами очень, 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 очень. Это, конечно, инвазивная из-секово, и это, конечно, вея ищет человеку приватум. Господин Лимбрагс отметил, что они могут за всех говорить, Но если касательно той информации, которая существует, этих правил, которые существуют, очень большие риски в этой ситуации могут быть, когда соединяется вот это видеонаблюдение с какими-то биометрическими процессами и вот это распознавание лиц здесь очень большая, очень такая, ну, аккуратно надо здесь быть для того, чтобы, ну, вот, то есть шаг влево, шаг вправо уже есть очень большие риски. — Пришел к нам вопрос, вот как раз по СМС, спрашивает наш слушатель, смотрели ли вы фильм Great Hack о том, как компания Cambridge Analytica использовала данные соцсетей для того, чтобы повлиять на выбор избирателей на президентских выборах США и голосований по Брекзиту. — Насколько эта информация, ну, как по вашему мнению правдива и вот можно ли, ну, как-то противодействовать, если вот такие будут попытки использоваться данные соцсетей для влияния на выбора избирателей? — Филму, демжēl, скатījies, не эсму, bet, зину пар мос Лио Британии коллеги, публикско там азиņам, саистīбā ар измеклешану шагадийума. — Ир констатэти пааркапуми, ну, льетай, саистīто пуšу пуссес, ган, ману прāт, бия адзинумос теикт, что фейсбукс нав рīкоjies, ка лабам дату паарзинима пиенактоз, ганарий, кембридж аналитика, ир измонтоши тос датус, не отбилзтоши таза лаика, таза кемьетварам, таза лаика регулсов не было, и шаи паарбaudа тика веихта, баустотись у директиву, таза пааркапума бридз, когда тихо тихо изгута информация, таза би ше 13. или 12. годз. — Господин Ленбергс, Фильмс, а жалей у них материал, но если конкретно папа водой, то вы разслідували, согласно такой публичной известной информации, констатировано нарушение и со стороны фейсбук, и со стороны кембридж аналитика, который не совсем корректно пользовался, использовал эти данные людей, но надо напомнить, что эти нарушения были констатированы еще до того, как регула вступила в силу 2012 или 2013 год, тогда была только директива, и согласно вот еще тем правилам это расследование сейчас происходит. Звонок у нас есть? — Да, звонок. Вот попросим господина Ленбергса надеть наушники. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста. — Доброе утро. Два вопроса. У вас очень интересная тема, на самом деле. Я вот давно ждал, чтобы специалист в этой области появился на радио. Вопрос первый. Вот вы упомянули распознавание лица, биометрические данные. Но здесь есть на самом деле очень и очень сильное лобби банковского сектора, в первую очередь европейского. И в Латвии уже банки имеют проект о поведении идентификации на уровне видео. То есть здесь вот в этом направлении предпринимаются ли какие-нибудь предохранительные меры, какие-нибудь требования, может быть, ужесточаются, потому что банки уже будут скоро собирать идентификацию через видео. Это факт. А второй вопрос. Вот вы упомянули Facebook и сбор социальных данных. Ну вот, вы знаете, если в интернете даже просто не будучи вообще нисколько профессионалом попытаться найти информацию о том, как собираются с различных устройств данные, вы просто тонны статей найдете о том, что в огромном количестве собираются данные с трекеров, шагов, с других устройств. И вот что с ними дальше происходит, вообще очень сложно понять. Я вот, например, очень в статье много считал, где эти данные просто оптом продаются в Америку, в том числе медицинским корпорациям. Спасибо. Спасибо. Да, тогда на две части раздели по поводу... Bankов. Bankов, да. Как Smart ID, да, я так понимаю, что вот это же серия. Не Smart ID, а вот когда Face ID, да, вот чтобы телефон, например, разблокировать, нужно просто лицо подносить. Атталли лидзий, я думаю, когда клауси тази, я отталли на тази, что-то, это неизбукативные механизмы, которые с ним подошли клауси. лая клиентам не будет ехать клатином, а не израдить пасы. Вицу израдить пасы камерой, и, измельчат, алгоритмус, парлицинатоз системы и операций, что это, да, это, по-настоящему, измельчат клиенту. Штема измельчат, мне не может быть, не может быть, а не может быть, что это, как я измельчат банку. Это, я могу быть, это, я не могу, я могу, а не могу, я могу, что-то, я не могу, но не могу, это не могу, если он не шел в банк, а просто показывал паспорт, и таким образом в банке понимали, что да, это действительно тот человек. Регулы не запрещают, но это не должен быть один обязательный условие, то есть если человек не хочет, чтобы у него был выбор, то есть это опять-таки вопрос по поводу собственного удобства, если человек все-таки выбирает это, ему это удобно, он понимает, какие риски существуют, или же он идет просто в банк. И второй вопрос был по поводу... Сейчас скажу по поводу того, что собирают данные все из наших телефонов, трекеры шагов. Не только Facebook участвует в этом. Да, протом, лилые даты, гиганты, и даже маленькие даты, гиганты, газы, который, гиганты, это неизвестен, это, как иначе, гиганты, это, как иначе, Абсолютно. информироваться, что мы можем дать задарбить партнерам, это, например, в Америке, которые будут измотать педальщиками, то это будет паскарпус. Питам, шага информация не вредит бут нослептая, т.е. аркартики гаража летошанная нотеекума. Они будут петельщиками, узскатами, парадистами клиентами. Для того, чтобы не было нарушено закон, корпорации не только гиганты собирает эту информацию, но и поменьше корпорация и компания, это должно быть четко прописано, причем не в больших правилах, когда 10 страниц мелким шрифтом подписано где-то, а это должно быть четко прописано и ясно, что компании между собой как-то эти данные передают, или в том числе партнерам в Америку. В любом другом случае это нарушение правил. По поводу небольших корпораций продажи, мы знаем, что иногда там звонят нам на телефон, непонятно, как их номеров компания там, или интернет магазины, или какие-то там матрасы предлагают, и что-то, и намерат, куда они получают, совершенно непонятно. Что-то, может, это можно сказать? Какое время фрагирования, муне рассказывает, что штурурур генералгоритмы, когда штурурур умера измельчат петли неизвестной принципы компания, а когда визита настройках, то клиенты измельчат пакалпо иегадаться. Ну, ну, и то есть, да, 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 да. Продолжение следует... 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 Человек, который живет павлицировать себе, когда у него дату ассадзива неизбежит, как у него есть дата ассадзива? Шеет есть интересные примеры. Согласим, наверное, пиццерии, Норвейджи, где есть экраны, у которых есть реклама, у которых demonstрается реклама. Человек стаи гавиņам гарам, у парадас ипаши диены педагају. Вендиена экрана саплыйс, у парадий ассадзива компьютер программа, Кас информе, что у него есть реакции, ассадзива 400,000, брилис, смайдигс. Болстоти с шоте, который находится на камеру, который не очень хорошо видит, Редзам, теки стеекти педагајам, тадо шоден, что у него есть ипо шеи, ипо шеи, ипо шеи, ипо шеи, ипо шеи, ипо шеи, ипо шеи. Кас измана биометриску алгоритму, лаи анализēта шосте аттелус. У тика издарīts секинаймс, ка, лаи арі смайди тек идентифицирт венадим, Балтадене и Мелнадене и спеллэтайям. Томер Мелнадене и спеллэтайям шеи апликāciи раи спридумием пилну, уската, ка виņи ир тикпат дaudз, цик преціги, а ри дусмийги. У тас би новейројмс висам сейам. Пец дата ассадзива принципием тадай ситуаций не веет бут. Мечта, ка, 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 мечта веяде шиз биометрисказ алгоритмс тек izмантос, лаи нотеик, а ка, мечта, ка, мечта, ва ра снегт пакалпој и не вар. Ёмеш аз скатам, че, ка, мечта, мечта бут. Шеи не парејзі измантоти технолøзиски ризинхайлами, новасти пиаи спридумием. Лидз от то дата ассадзива, шиста принципа, Те ирии технологически яунрады процесса бутиски, чтобы мы в нынешнем нет дискриминации. Да, два очень интересных примера по поводу пиццерии в Норвегии, где стоят монитори, показывают рекламу предложения дня, например, и в один момент, когда ломается этот экран, внизу бежит строчка, как реагируют люди, как они там выглядят, есть у них ачки нет и так далее, и тут вопрос по поводу свободы выбора, насколько этот выбор нам дается, или его подстраивают под нас. И второй пример по поводу игроков НБА, у которых есть там фотографии, для того, чтобы было видно, и вот эта генерация, алгоритм показывает, что, например, светлокожий человек и темнокожий человек, у них разная эмоция одна, но у темнокожего человека она показывается и как радость, и как печаль, то есть из-за этого могут быть какие-то предубеждения в будущем, которые формируют эти предубеждения в том числе. И там было, я не знаю, как переведется на русский, anger, злость, и показывалось, что он улыбается, но и разгневан. И это может быть, если это встроить в сервис, тогда это может быть предлогом, чтобы отказать обслуживать. Он пришел злой, значит, не буду с ним работать. Да, так и формируются предубеждения. Вот очень, я не знаю, читали вы книгу или нет, «21 урок для 21 века» Юэль Харари, это израильский философ, где он предполагает вот на основе действительно вот этой ситуации, когда нам все больше и больше навязывают выборы и не остается свободы выбора, он продолжает говорить, что давайте задумаемся, что вот все эти для знакомства, все возможные сервисы скоро нам будут подбирать уже и жену. То есть мы сами не заметим, как за нас уже сделают выбор и вот насколько такие уже, ну где он эту ситуацию доводит до крайней, я понимаю, но он пугает вот тем, что скоро нам будут подбирать друзей, жену, работу. То есть человек даже, может быть, не будет свободен в том, чтобы сделать выбор, куда ему пойти работать и с кем жить. Ну, YouTube уже предлагает все время студию по твоим запросам, он уже подбирает для тебя вот эту картину дня. Да. 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 things like. Действовать и где какие права были нарушены, но получено сигналы что надо было бы быть жёстче потому что существуют компании наверное или там группы людей, которые считают, что даже если их словят, что они там где-то что-то нарушили, то штраф всё равно не достанется. Все равно достанется, как бы там не было. Касательно, уже совсем коротко, какие чаще всего жалобы вы получаете? Насчет чего? Может быть, каких-то даже смешных, или заканчивается действительно очень важными? Ну, как я уже минерал Саронсу сакумом, львов с удзий, мусья шаги, т.е. диву физику персону стриди, которые с аркаттиги сареѣисти измеклēт. Парејеис спектрс не вредит тихо плаш, шо шои с удзийбами, ган пар публикатси, у фейсбук, где одна пара, у другого билда, ган пар каимиņа видео новейрощи, а не састатит каот 80% на висях мусу литведейбе. У те 20%, которые полисят пари, а сайстикабы а то, что видят не сунгут информация, или, те каим, что-то, 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 а можно отвернуть наступление, а у них большинства, а банкам. 80% из получаемых жалобы, это чешев всего спор между двух людьми, как у жага господина Ленненбергса отмечал, Это либо в Фейсбуке кто-то поставил фотографию другого человека, или сосед там попал на камеру, и получается, что его снимают, хотя вроде как человек свою территорию снимает. И оставшиеся 20% – это касается уже такие достаточно важные дела, это могут быть там и с банками связаны, когда не совсем четко прописаны правила, не информирован человек четко и ясно, и какая-то недополучена какая-то информация. Ну что же, нам, наверное, нужно заканчивать. Огромное спасибо, говорим нашему гостю.